Выглядеть можно по-разному. Деловой костюм тройка, клоунский парик и нос, или то и другое одновременно. Психологи утверждают имидж или образ человека. Это не только его внешний вид, но еще слова, а главное дела. Он создал около 50 образов в театре и кино. Сработаются они с режиссером или нет, Алекс определяет первые 3 секунды личной беседы. Ведь главное невербальное общение. В принципе, как с красивой женщиной. Пусть говорите что угодно, но губы такие, например, какие-то. Ну, они, может быть, они как-то больше говорят. Из любого человека можно сделать модель. Главное, правильно выставленный свет, мейкап и хороший фотограф. На самом деле, любой образ действительно человека делает. Это очень удобно. Аренда студии до 800 рублей в час, услуги визажиста до 30 тысяч рублей в день. Паспорт модели и ее портфолио. Обычно это 7 разноплановых фотографий. Портрет в полный рост, в нижнем белье. Фотосессия может стоить до 100 тысяч рублей, в зависимости от того, насколько подружатся фотограф и модель. Своим друзьям Антон делает портфолио бесплатно. Иногда помогают высокие технологии. Все модели, все наши артисты, у них исправляются все их жировые прослойки, все их бока, все лишние горбинки, все какие-либо пигментные пятна. Это все исправляется в фотошоп. А наши политики, как правило, стараются сохранить свое лицо. У политиков свои технологии. Тренинг публичного выступления до 400 евро в час. Клиента обучают расставлять паузы в предложениях, не отвечать на плохие вопросы, которые задают, и отвечать на хорошие вопросы, которых не задают. Но и здесь наука бывает бессильна. Если вы на волка надеваете маску красной шапочки, то уши будут торчать всегда. Имиджмейкеры называют себя политическими консультантами. По словам одного из наиболее авторитетных консультантов России, имидж всего лишь инструмент для получения рейтинга. Кого показывает больше, у того и рейтинг больше. Кого меньше, у того и рейтинг меньше. И это дает основание сейчас некоторым исследователям говорить, что в России нет общественного мнения. Звезды политики светят с телеэкрана. Одни делают работу над ошибками. Например, Билл Клинтон после инцидента с Моникой Левинской чаще стал играть на саксофоне в телеэфире. А другие советы своих имиджмейкеров, похоже, вообще не слушают. Джордж Буш-младший по прозвищу Ванька Встанька то выходит не в ту дверь, то на глазах у всего мира делает массаж. Российских политиков вообще не поймешь. То ударяются в однополую ненависть, плещут друг в друга соком и машут кулаками, то в разнополую любовь целуют зарубежных коллег. Но самый беспроигрышный вариант – спортивная нота. Люблю спорт. Плюс немного гламура. В вашем лице всем блондинкам большой привет. Алексей Мельников, Евгений Титовец, Павел Булгонравов, РБК. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!